Все знать невозможно, но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки. В программе «Теория всего». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете «Латвийское радио 4» и это программа, где мы говорим обо всем важном и интересном из мира науки. «Теория всего» она называется. Меня зовут Алексей Гусев. Я сегодня рад приветствовать нашего гостя, гостя которого я всегда рад у нас видеть, но который попадает к нам ввиду своей занятости только в записи. Член правления Латвийского энтомологического общества Дмитрий Тельнов. Дмитрий, здравствуйте! Добрый день! В записи в наш разговор снова, поэтому, к сожалению, вопросы отправить вы не сможете. Позвонить также до нас нельзя, но сам факт, что мы можем Дмитрия слышать и что он здесь у нас еще в Латвии обретается, несмотря на то, что участвует во многих экспедициях, которых открывает невероятное множество новых видов насекомых, например, и некоторые другие работы проводит. Он радует, конечно. Сегодня мы с Дмитрием договорились поговорить о фауне на таком регионе или в стране в Папуановой Гвинеи. Она довольно далекая от нас, конечно. Мы о ней вообще немного знаем, если говорить откровенно, потому что это, кажется, такой какой-то островной архипелаг, то ли райский, то ли населенный какими-то отсталыми племенами, еще не изжившими каникбализм. В общем, знаем мы об этом уголке мира не так много, наверное, находясь в Латвии. А Дмитрий знает достаточно. Дмитрий, вот чтобы не быть голословными, сколько раз вы уже были на этом острове? Да, я сразу, наверное, немножко поправлю. Наверное, не о Папуановой Гвинеи как о стране, а о Новой Гвинеи как регионе. То есть острове, прилегающих архипелагах. То есть о регионе Новой Гвинеи мы поговорим. И в прошлом году у меня это был десятый сезон. В этом году, значит, мы уже переваливаем юбилейную планочку. Одиннадцатый сезон будет моих исследований, исследований, которые я провожу совместно с коллегами, как латвийскими, так и зарубежными. Вот в этом, как правильно было подчеркнуто, удаленном, малоизвестном, достаточно интересном белом пятне. Одним из последних, которые на нашем глобусе остались. Когда туда впервые направлялись, вы ожидали, что это будет такой вот долгоиграющий союз вас и этой земли? Честно сказать, нет. У меня всегда, с детства, я это уже в одной из передач рассказывал, был интерес вот конкретно к этой территории, конкретно к этому биогеографическому региону, каким он является в зоологии, то есть обособленной биогеографической единицей. Но я никогда не мог буквально действительно до последних лет предположить, что это возможность сама работать на Новой Гвинеи, на Малукских островах, Соломоновых островах, что она сохранится, что она не будет одноразовой, что вот так вот попал, ух, мечта сбылась, и все, и как бы и забылось. Мне повезло, продолжаю там работать и надеюсь продолжать еще долго там работать. Ну да, работа действительно успешная. Вот говоря о последней экспедиции, результатом было по крайней мере 40 новых видов насекомых вы оттуда привезли. Именно привезли физически, да? Да, конечно. С насекомыми гораздо сложнее, чем с крупными объектами, там, скажем, ящерицами, птицами, млекопитающими. Ну, насекомых очень мало таких, которых можно в природе зафиксировать. Я имею в виду там, например, на фото или на видео, да? Вернуться в лабораторию в Европе, сесть за прекрасный огромный компьютер, найти, опа, во, похожий, 100% сходится там, это он. Ну, с птицами можно, с обезьянами там, можно какими-нибудь там лемурами, кенгуру. Да, это работает. Вы там увидите из десятка видов, двух десятков, трех десятков, вы поймете, это существующее или все-таки что-то новое. С насекомыми они настолько малы, их настолько много, что, ну вот я подчеркну, к сожалению, до сих пор наука находится на таком уровне, что этот материал нужно собирать, привозить и обрабатывать, скажем так, дедовским способом, как 200-300 лет назад в лаборатории под микроскопом, ну, что означает, да, эти индивидуумы, они все были привезены в прошлом году. Да, ну, что ж, может быть, мы о них немного подробнее поговорим несколько позже, а теперь давайте полностью перенесемся в этот замечательный регион. Как я понимаю, это климат тропический экваториальный, вот что-то в этом роде мы там находим, если, как оказываемся, неожиданно. Да, я тогда, наверное, расскажу о том, что видит путешественник, неважно от того, это турист или, не знаю, биолог, едущий на Новую Гвинею. Да, давайте сначала к путевым заметкам, а потом к заметкам биолога. Да-да, конечно, я именно так и понял. Значит, когда вы... Естественно, прямых рейсов из Европы нету, нужно лететь с пересадками, в зависимости от того, в какую часть региона вы летите, либо через Австралию, либо через Сингапур, Джакарту, столицу Индонезии. То есть это, в принципе, очень долго продолжается. И когда вы проводите в самолете, скажем, 11 часов и более, вы смотрите, видите под крылом, ну, особенно, когда вы уже находитесь в тропиках возле экватора, в основном вы видите результаты хозяйственной деятельности человека, ну, как Азия, огромные города, промышленность, вот этот вот бум, который мы слышим в газетах, да, вот он весь, он реален, да. Развитие, оно идет там, ну, такими, скажем, сумасшедшими темпами по сравнению с Европой. И вы вот с этого иллюминатора видите заводы, заводы, порты, о, островок леса маленький, ух ты, пролетели, да. Летим, летим, о, еще островок леса, как, что там, ой, речка извивается, пролетели, да. То есть вот в Азии, в принципе, природа, она уже, она уже действительно имеет вот такой вот статус изолированных островков. Когда мы пересаживаемся на местный рейс и летим еще часа 3-4 до Новой Гвинеи, рейсы эти обычно ночные, и где-то светать начинает в 5 утра, вы смотрите вниз из иллюминатора и видите море зелени под крылом. И вот это вот чувство, ну, вот особенно, наверное, в людях, которым важно вот это вот чувство первооткрывателя, вот побывать где-то, где до вас никто не был, вы сразу, оно, как сказать, полностью меняется. Ваше состояние, которое было вот на этот момент, все эти вот 11-15 часов, пока вы летели, на душе становится приятно. Вы видите, что, ну, что-то-то все-таки на этой земле еще осталось, да, и что, судя по всему, ну, оно еще какое-то время сохранится. Самолет приземляется, открывается дверь, вы выходите на трап, ну, и тут, конечно, готовы вы к этому, не готовы, независимо от того, 20 раз вы ездили на экватор, или один, или вообще там не были. Вот этот вот, ух, тропический воздух, горячий, он уже с утра, вы приземляетесь часов в 6-7 утра, он уже в этот момент около 30 градусов, ну, и вот это вот 90-95% влажность. То есть вот вы выходите из самолета на трап, вот этот вот такой вот шок, да, вот это касательно климата. Жарко, мокро, днем, ну, в общем, оно так вот интересно очень по учебникам, вот мы так читаем, ну, вот тропики, там вот эта вот влажность 90-100%, да, ну, оно так и есть. Но иметь надо в виду такую вещь, что влажность дело, скажем так, относительное, поскольку вот такой, сейчас обижу свою родину, такой застоявшейся, затхлой влажности, которая у нас в Латвии 8 месяцев в году, такого там нет. Ночью очень влажно. Понятно, конденсат, туман, влажность 100% все абсолютно мокрое. Восходит солнце, к 12 часам, в принципе, все сухо. Да, влажность воздуха остается, конечно, там, за 70%, но, в принципе, все вокруг вас сухо. В полдень дождик, и еще на часа полтора очень сильно мокро, потом опять все высыхает, и только к вечеру, то есть нету вот этой вот такой вот затклости воздуха, да. На самом-то деле, эта влажность, да, она все время с вами, но она вас не убивает, да. Если мы рассматриваем Новую Гвинею немного более глобально, чем взгляд вот страп самолета, то на этом острове и на островах Архипелага достаточно большое количество горных массивов. И эти гуры, они могут быть, ну, в принципе, холмы, скажем, 500 метров высотой, а есть и реальные гиганты с вечными ледниками, да, по 5000 метров. И, соответственно, вот эти, и причем, да, горные массивы, они действительно занимают большие площади и на самой Новой Гвинеи, и на сопутствующих островах. Значит, очень различные биотопы будут. Вот. К чему я веду? Внизу у нас жира и мокрота, а мы поднимаемся, ну, метров на полторы тысячи, а там уже становится приятно, 24 градуса, канарский климат, но, конечно, очень сильно мокро. А мы поднимаемся ближе к 3000 метров, и нам уже становится прохладненько. А ночью-то нам уже становится совсем холодно, поэтому вот в последней экспедиции, где в горах Арфак, я останавливался на неделю в селениях папуасов племени Хатам, которые живут в таких вот интересных домиках, как они их называют, срибу как и рума, или дом на тысячи ног, грубо говоря, на бамбуковых сваях, да, домики, чтобы дождями их не заливали. Вот спать ночью в таком бамбуковом домике без костра невозможно, костер внутри все время поддерживается, всю ночь вы спите спиной к костру, или там животом к костру, вторая сторона тела мерзнет, да. Поэтому очень классно, когда рядом свинка спит. Вот свинья, она теплая, классная, но она, конечно, пахнет, но пожив неделю в селениях папуасов, вы уже этого запаха не ощущаете, поскольку этот аромат уже от вас исходит и долго сохранится. Вот свинка теплая рядом с вами, это классно. Проблема, конечно, в том, что на свинке блохи покусают. Вот это, кстати, мы уже переходим к фауне, совершенно не случайно, потому что, мне кажется, то, как вы описали, сразу в голову приходит, что она там тоже очень разнообразная, и вот наш такой пейзаж, он выглядит скромновато, а там все должно кишить жизнью. Это вот тоже такое представление немножко из книжек и из популярных каких-то телепередач. Да, конечно, конечно, мы все знаем, что тропические леса самая богатая, самая разнообразная жизнью биотоп на Земле. Конечно, мы все то знаем. Но, если мы сравним путешествия, например, в Саванну Африки, где зебры, носороги, жирафы, слоны, павианы, оно все кишит, крупное зверье вокруг вас, вокруг счастливого участника сафари, ездящего на джипе и все это фотографирующего, то в тропическом лесу оно, конечно, тоже все вокруг вас, но вы его не видите. В лучшем случае вы его слышите, вы можете наступить в продукт его жизнедеятельности, что достаточно часто встречается. Пару лет назад я таким образом на острове Ява, немного западнее Новой Гвинеи, вот наступил в свежий помет леопарда. Не могу сказать, что наступить в помет было неприятно, но понять, что это леопард и что он свежий, вот это так вот добавило изюминку. Ну вот, и в принципе, те же самые насекомые, все эти беспозвоночные, вот кажется, да, вот там анонсируется, привез столько всего нового, неизвестного, но это довольно тяжелый труд, чтобы собрать эту всю радость, вот этот весь материал, это нужно ходить и работать. Оно, к сожалению, само в руки не летит. Вот такой вот феномен, который многим латвийцам известен, выходя летом на пляж, вот на пляже, там божьи коровки, майские жуки, там лопаты бери, да, греби, нету такого, да. Нам нужно ходить, ставить ловушки, стучать в тент, ловить сачком, да, тогда у вас, конечно, тысячи набираются, но это, так сказать, труд тяжкий. А ходить-то тоже непросто, наверное, через эти заросли пробираться? Ну да, это отдельный разговор, да. А вокруг все жужжит, поет, шумит, вот оно так вот возбуждает вас, у, там вот цикада, да, а ее не достать. А вон жук полетел, а он там на высоте 20 метров. Вот это все тоже так немножко мешает. И, конечно, вот эта вот ходьба, ну, во-первых, ходьба сама по себе, ну, дело утомительное. Ходьба при жире и власти 100%, оно вдвойне утомительно. Лес тропический, если это первичный лес, то он достаточно темный, то есть деревья очень высокие, они тянутся к солнцу и закрывают солнечный свет. Внизу, ну так, полутень. Там довольно темно и поросли мало. То есть между деревьев порослей нет, ходить как бы можно свободно. Если бы не одно но, что очень много, что, например, опять же в Европе, в лесах, которые используются для лесозаготовок, чего нету, очень много гниющей древесины. То есть, в принципе, вам там все время нужно перебираться через какие-то завалы, валежины, лесоповалы, буреломы. И, конечно, вот это вот замечательное, замечательный тип почвы, карст или известняк, который достаточно часто в тропиках встречается именно в этом регионе. Это очень острые, как лезвие, как иголки, острые формации известняка, которые торчат прямо из почвы. Вы их видите или вы их не видите, они под листьями, вы по ними идете, она режет обувь, с нее падаете, царапаете себе ноги, руки. В общем, ходить по тропическому лесу так, как по-нашему, не получается. Нужно смотреть очень внимательно под ноги, и куда вы ставите ногу, и нельзя все время глядеть только в сачок, ой, бабочка полетела, хватать надо. Это, кстати, очень важный момент затронули, о чем я хотел обязательно с вами поговорить, потому что вопрос безопасности, он, наверное, не последний там должен быть, потому что одно дело, вы исследователь, вы что там ищите, у вас есть свои цели и задачи, а другое дело, ну, просто вот обеспечение своей собственной безопасности в рамках абсолютно, как сказать, ну, той среды, к которой там городской житель вообще не привык, то есть какие-то гиды нужны, какие-то профессиональные люди инструктаж проводят, что-то нужно знать о каких-нибудь особо опасных видах, может быть, даже не таких больших животных. Ну, вы знаете, вопрос очень правильный, ответить можно двояко, все, конечно, зависит от запросов конкретного человека, кто едет, можно ехать с турфирмой, которая привезет в племя, в туристическую деревню, вот они там потанцуют красиво, там, да, соберут с вас деньги, там, зарежут свинью, снимите это на видео. Очевидно, что вы про иной опыт рассказываете. Да, это одно. Ну, что там, там вы просите от фирмы, и фирма вам все обеспечивает, вы, конечно, не попадаете в естественную среду, да. Если вы едете диким образом, да, как это когда-то называлось, вот, дикий турист, естественно, обо всех этих вещах стоит думать. Причем, начинать думать нужно заранее. Какие медикаменты вы берете с собой? Какой вид страховки вам поможет? Ведь со страховкой тоже так интересно. Вот, мы ездили с, да, не раз, по-моему, с зарубежными коллегами, например, с немецкими. Ну, вот, в общении коллеги рассказывают, вот у нас тут такая замечательная страховка, она вот нам покрывает вообще-вообще-вообще все. Абсолютно все. Включая там эвакуацию на вертолете в Сингапур, да, Сингапур, это оттуда, на вертолете, я не знаю, часов 10 лет, наверное, да, ну, то есть, в принципе, недости, вода, вот, само как факт. В общем, эвакуацию в шикарный госпиталь, да, у нас тут все, все схвачено, да, все как бы, вот посмотрите, какая у нас замечательная страховка. Ну, и потом просто нормальная жизненная ситуация в этом регионе, нужно пересечь открытое море, с одного острова на другой попасть. Ну, сделать это можно только на каноре. Ну, то есть, представляете себе, лодка-долбленка, человек на 10, здоровая, длинная, из бревна выточенная, да, у нее есть моторы, естественно, не на веслах, да, подвесные моторы, все как бы в порядке, ну, вот вам нужно переехать, ну, скажем там, 100-200 километров по открытому морю, с острова на остров, вот на такой долбленочке, да, и, а где вам там страховка-то поможет? А позвонить вы вообще сможете? Никто же из этих немецких коллег не думал никогда, что мобильного перекрытия это почему-то в лесах Новой Гвинеи еще до конца нет. Поэтому нужно очень внимательно взвешивать, на что стоит обращать внимание вот из предложения страховых компаний, и что вам абсолютно там не поможет, хотя и звучит очень классно. Значит, медикаменты, страховка. Далее, естественно, нужно иметь понятие хотя бы о том, что за местное население, какие культурные особенности, что можно, что нельзя себе позволить, как себя вести, ну, грубо говоря, в обществе. Чем больше у вас таких познаний, пусть даже теоретических, тем лучше. Потому что везде в азиатском, в азиатско-техоокеанском регионе населения очень много, и народ, ну, даже в маленьких деревушах очень много народу, да. Пусть они изолированные, затерянные в лесу, но людей там много, они все время будут вокруг вас, вы все время в центре внимания. Вам обязательно нужно знать, как себя вести. Опять же, случай, опять же, с теми же самыми немецкими коллегами, вот мы приплыли на остров Месол, выгрузились с лодочки, и нас, старейшины племени, пригласили в дом на чаепитие, да. Ну, как, чаепитие означает, что, что вы сюда приехали, что вам надо выяснить-то, да, что вы тут хотите-то вообще. Ну, немецкие коллеги устали, но им не хочется пить чай. Ну, вот они не хотят пить чай, вот их силой заставляем пить чай, потом пытаемся объяснять. Ребята, чай выпить надо было, потому что мы сейчас разговаривали, можно ли нам вообще тут остаться, можем ли мы вообще делать то, что мы хотим, или нам сейчас, извиняюсь за грубость, пинок под зад, и плывите на чем хотите назад, да. Значит, местные традиции. Какие-то упомянутые вами опасности в виде диких животных обязательно стоит иметь в виду тем, в первую очередь, кто все-таки в такой дикой местности, например, там лес, горы, задерживается надолго. Если вы просто совершаете трекинг, если вы просто взбираетесь на гору, предположим, альпинисты, да, вы не задерживаетесь долго в одном месте, у вас довольно маленькие шансы встретить недостатки, доброжелательные к вам животные, так его назовем, потому что, ну, просто они от вас убегут, спрячутся. Дмитрий, вам-то приходилось это иметь в виду? По вашей рабочей обязанности? Я к таким делам отношусь немножко по-другому, но, во-первых, я все-таки чуть-чуть представляю, что от какого животного ожидать, да, я по поведению тоже примерно могу понять, ну, то есть, оно обороняется или оно хочет напасть на меня. Поэтому, вот биолог, который вот ходит по лесу днями, нужно всегда держать в голове, ну, такие вот элементарные, казалось бы, вещи, вот лежит прекрасное упавшее дерево, да, вот на нем там кора, вот я знаю, там под этой корой там будет жучья полно, вот хочу, да, вот нельзя мне нестись к этому дереву, как я здесь, наверное, в Латвии это часто делаю, да, побежал и давай отрывать кору, искать там, где чего, вот нельзя, надо подойти аккуратно, перевернуть его, посмотреть, а что под ним-то, не сидит ли там носатая гадюка, вот, кору отрывать ножиком, не руками, ну, потому что под корой скалопендры, скорпионы, подходя вот к такому бревну, пока вы его не перевернули, оглянитесь назад, что там нет второго бревна, потому что, если вы переворачиваете первое, видите там гадюку, вам нужно отпрыгнуть на свободное место, а не споткнуться и упасть, да, вот эти вещи, они достаточно элементарные, если они все время с вами, то, ну, достаточно небольшие шансы, что-то случится, конечно, всякие другие опасности, ну, там, землетрясения, цунами, не знаю, там, горные обвалы, упал со скалы, ну, конечно, они могут и тут приключиться, и в Риге тогда, выходя из дома, ногу подъемлюсь, здесь застрахованным быть тяжело, напоминаю, что член правления Латвийского энтомологического общества Дмитрий Тельнов рассказывает нам о своем экспедиционном опыте сегодня в Папуановой Гвинеи, Дмитрий, давайте, может быть, больше к вашим научным изысканиям перейдем, потому что, наверное, самое интересное, вы, когда в первый раз отправлялись, насколько это успешной была поездка? Наверное, немного расстрою слушателей, и по прошествии десяти лет еще не весь материал с первой поездки обработан, да, ну, материал был большой, насколько я помню, было больше, более двенадцати тысяч индивидов тогда привезено. Зачем вы потом поехали? Ну, так в другие места. Материал, конечно, он рассортирован, разослан в музей, по коллегам, по всему миру, ну, кто посметливый, побыстрее, те свои обработали, да, группы, ну, кто помедленней, позагруженней, там все еще в процессе, да. Первая поездка, вы знаете, была достаточно успешной, с учетом того, что тогда мы ехали на сравнительно небольшой остров по площади, на остров Холмахера в северных Малукских островах, Холмахера по площади 17 тысяч квадратных километров, ну, примерно как Латгала, да, вот, то есть, ну, в принципе, совсем небольшой островок. я вот так вот оттуда навскидку сразу могу вспомнить с полдюжины новых видов улиток наземных, да, такая группа, которая там плохо изучалась, слепой скорпион, спускались в карстовую пещеру, в пещере был найден маленький, ну, скорпион, громко сказано, один сантиметр, да, длиной-то, скорпиончик, малюсенький, вот, слепой пещерный вид, да, французские коллеги описали, похвастаюсь, в мою честь назвали, да, из, из, вот, из моего семейства, из жуков-быстрянок, с первой поездки, вот так, чтобы не соврать, новых видов даже и не было, да, были малоизвестны, но, но уже, уже до этого описаны, но, но в общей сложности, в общей сложности, не хочется соврать, но там тоже было пара дюжин новых видов, даже с самой первой поездки. А, вот, когда происходит некоторое планирование, я не знаю, как это правильно назвать, поездки, все-таки вы рассчитываете на то, что найдете новые виды или каких-то определенных насекомых, вот, группы, опять же, ну, вы говорили, кстати, вы тут не только про насекомых говорите, улитки те же, точнее, насекомые, но вы их тоже ими интересуетесь и подбираете, если можно так выразиться, да, то есть, вот есть такое какое-то предварительное планирование, вы что-то ожидаете найти? Да, да, есть предварительное планирование, оно заключается в том, что, во-первых, конечно, я смотрю, чтобы этот регион, ну, скажем, эта часть, или этот район Новой Гвинеи не был в последние годы очеловечен, скажем это в кавычках, то есть, что там не построены какие-нибудь, сейчас пытаюсь найти русское слово, карьеры, да, для добычи золота или никеля, вот, что там не ведется добыча нефти, недавно не началась, да, что там не посажены плантации масличной пальмы, да, это первое, то есть, мы выбираем регион, ну, первичного леса, второе, естественно, мы смотрим на почвы, с учетом того, что вот моя супруга, любимая, она молоколог, вот так звучит она, то есть, специалист по улиткам, мне всегда, она не всегда со мной, но мне всегда очень приятно собирать материал для нее, поэтому я смотрю на тип почвы в этом регионе, стараюсь ехать туда, где есть известняк, ну, понятно, что ракушка улитки, это известняк кальций, да, а там, где базальт, вулканические почвы, ну, там улиток, видов разнообразие достаточно низкое, да, но, вот, чтобы так ответить на ваш вопрос, вот так вот прямо, что я планирую что-то будет, планирую открыть полсотни новых видов, нет, я, конечно, еду с надеждой, что я буду первым, кто побывает вот именно в конкретной части Новой Гвинеи, да, или в каком-нибудь маленьком острове, я еду с надеждой, что будет интересный материал, ну, для меня не сама цель новые виды, оно, конечно, классно, всем всегда нравится, так как для пиара очень благодарная вещь, да, но меня интересует и многие другое, да, охрана природы, экология, отношения между этими видами, эволюция, да, и вот такие всякие вопросы. Эволюция, ну, это же такой процесс, который должен прослеживаться, ну, так сказать, не географически, а скорее хронологически, а каким образом в экспедиции можно эволюцию прослеживать? Ну, на основе собранного материала, на основе современной географии местности, географии и геологии, даже, наверное, так стоит, на основе реконструкции тектоники, как эти острова или эти части острова образовывались, да, можно заранее уже даже до изучения ДНК этого собранного материала предположить, что на острове Икс и на острове Игрик могут быть родственные таксоны, назовем их так, а на острове А и Б их не будет, потому что эти острова различного происхождения, да, и не были между собой связаны. Позже, когда мы обрабатываем ДНК материала, ну, мы это, я так сказал, громко, конечно, мы отсылаем коллегам за границу, да, мы получаем так называемое эволюционное дерево родственных таксонов, и очень прекрасно видим родство, возраст этого таксона, сколько там тысяч или миллионов лет назад он появился, и можно понять, каким образом происходило видообразование, да, либо это случайная мутация, либо это, например, случайная мутация внутри популяции, или, например, географическая изоляция, да, что это были два острова, которые никогда между собой не были связаны. Вы уже упоминали, очевидно, из вашего рассказа, что есть различные типы энтомологической работы, кто-то едет в экспедицию и, так сказать, физически собирает новые виды, а кто-то другой их описывает. Ну, у вас же есть, наверное, ситуация, когда вы делаете и то, и другое, в случае, например, с быстрянками, вы сами их вот полностью ведете, от начала до конца этот производственный процесс, расскажите. Да-да, ну, я вообще, может быть, в этом отношении трудоголик. Я стараюсь и во время экспедиции, и потом обрабатывая материал, всегда и по своей группе, вот, которые мои там быстряночки, да, и по всему другому, что я имел в руках, или что я видел, сфотографировал, записал на видео, максимально обобщать всю информацию и рассылать это коллегам. Поскольку тех, кто ездит, мало, тех, кто ездит, делает это регулярно, профессионально, фактически, ваш покорный слуга. В Латвии, в принципе? Да, ну, в мире даже, наверное, так стоит сказать, потому что в основном экспедиции единичные, да, ну, вот, съездил музей, съездил туда, а на следующий год уже в Африку поехал, а так вот, чтобы в один регион регулярно оттуда материал добывать, ну, вот, про Новую Гвинею говоря, в принципе, ну, я знаю еще двух немецких коллег, которые ездили, ну, относительно часто, сейчас не ездят, да. Ну, вот, да, а быстрянки, конечно, я их в природе нахожу, я их обычно, я их уже замечаю, несмотря на то, что они маленькие, среди вот сотен жучков, которых, например, мне на свет прилетают, я быстрянок определяю уже на месте, я уже на месте прикидываю, что это может быть, примерно новое или не новое, складываю их в отдельную пробирочку, приезжаю домой, я их, конечно, сам определяю, сам их описываю, сам там, предположим, дарю там в какие-то музеи, вот это, возможно, предвосхитит вопрос, все знают, что в прошлом году я ездил в, так сказать, эта экспедиция была организована совместно с электронной подписью или с Эпароксом, и я как бы там на месте сфотографировал момент открытия нового вида и подписал его электронной подписью, и вот когда мы это анонсировали в масс-медиа, то один из первых вопросов я получил, а как же вы знали-то, что это новый вид, да, ну вот я отвечаю, да, действительно, я по своей группе, несмотря на то, что это жук там 2-3 миллиметра длиной, с достаточно большой долей вероятности уже там на месте могу сказать, что это будет что-то особенное, так что, да, свою группу веду, но и все остальное стараюсь очень внимательно документировать. И если мы говорим, да, то, что относится к вашей группе, значит, к ней относится не только открытие новых видов, но как раз-таки ее взаимодействие, экологическое участие, вот этот весь широкий аспект энтомологического исследования, да? Ну, это то, что я пытаюсь последние, наверное, лет 5, вот, как новое для себя, достаточно новое поле исследований, поскольку, ну, такая вот эта вот морфология, анатомия, таксономия, они уже начинаются, ну, действительно казаться немножко рутинной работой, да, очень интересует вот переключиться, да, на какие-то вот такие вот эволюционные процессы взаимодействия видов в экосистеме. Вот, упомянув вот это вот взаимодействие видов, сразу вспомнил, значит, это опять же последняя экспедиция сентября, горы Арфак запланировано подняться, ну, на небольшой хребет с высоты 1900 до высоты, если не путаю, 2300 или 2400. Ну, в принципе, вот метров 500, да, максимум подняться в горку, в лес тропический, да, и вот по горе подняться вверх. Ну, вот поднимаемся по дороге, я, естественно, активно собираю материал, обрабатываю там, ну, вот вижу, в жучке есть такое семейство краснокрылые, по-русски называются, по-латыни лициды, жучки, в принципе, ядовитые, да, они синтезируют очень, синтезируют вещество с очень резким запахом, и которое для маленьких животных, там, для птиц, для, скажем, там, пауков, оно ядовито, к тому же, ну, такое вот средство защиты, вот я иду, собираю, смотрю, ух ты, какие интересненькие, да, вот падают, мне вот так, ну, вот за эти 500 метров, ну, сколько там, ну, полтора часа, наверное, да, вот такая вот эта прогулка, если так можно сказать, отсортировав материал дома, отослав коллегам, которые занимаются краснокрылыми, коллегам в Москву, передав этот материал, я получаю сообщение, что вот с одного вот этого вот маленького перехода в 500 метров длиной, из одного единственного семейства краснокрылов мы получили семь новых для науки видов, вот с одной маленькой точки, и даже один новый род, а род, как мы знаем, это группа видов, да, мало того, с этого же места у нас в материалах имеются виды подражателя, которые не являются краснокрылыми, это были листоеды, были мягкотелки, которые были окрашены, и не только окрашены, но и по форме тела, были настолько похожи вот на этих вот краснокрылов, что даже я, как специалист по жукам, я их отослал специалисту по краснокрылам, а не специалисту по листоедам. Что это что-то не то? Нет, он, естественно, это не моя группа, но мимикрия, вот они, ребята, они маскируются. а зачем они это делают? То есть, я знаю, что среди некоторых животных есть обыкновение под каких-нибудь ядовитых других видов мимикрировать, а здесь какая причина? Я же упомянул, что краснокрылые ядовитые, краснокрылые ядовитые, то есть, эти вот листоеды и мягкотелки, они маскируются под ядовитых краснокрылых. Что, почему, почему в этом месте, вот на этих 500 метрах, такое разнообразие? В других местах, ну да, краснокрылые попадаются, но они обычно единичные. Тут у нас 7 новых видов, один рот вот за 500 метров. Ну, фантастика. Ну, вот вам пример этой вот ненормальной, экстраординарной, экстраординарного разнообразия вот в лесах Новой Гвинеи. Тот, кто ищет, тот находит. Что-то вроде из истории грибника вы рассказываете, Дмитрий? Ну, тут у нас будет, я очень надеюсь, на это научная статья как доказательство со всеми фотографиями и фактами. Конечно, конечно. Дмитрий, скажете, ну, уже, к сожалению, наше время, введенное на запись, неумолимо заканчивается. Знаю, что, ну, не последний раз вы ездили в прошлом году, и в этом тоже предстоят поездки, но на самом деле, вот самое ближайшее у вас будет не в Папуану, но вы в Гвинею решили вот уразнообразить как-то свою экспедицию. Ну, да, мне так вот подвернулась возможность поучаствовать в экспедиции Музея естественной истории провинции Апулия, Италии. Коллеги организуют экспедицию в Габон. Габон – это страна в Экваториальной Африке, на западе Экваториальной Африки, прямо на экваторе, и экспедиция предстоит в один из национальных парков. Экспедиция конкретно энтомологическая, то есть никого лишнего. Вот, и я, так сказать, говоря об Экваториальной Африке, вот, наверное, вот именно вот этот вот регион, Габон, Конго, Центрально-Африканская Республика, куда хотелось бы поехать. Хотелось бы побывать, ну, по разным причинам, да. И очень счастлив, что, да, что могу присоединиться к итальянским коллегам. То есть там могут быть перспективные открытия, какие-то интересные тоже, новые виды из тех групп насекомых, которые вас лично интересуют? Безусловно, да, безусловно. Например, кто? Например, Быстрянки. Они кругом, по всему свету, да? Да, они космополитное семейство, да-да, они везде встречаются. Из Габона, вот не хочу соврать, два вида, по-моему, всего известны. А, ну, может быть, кстати, узнаем больше, да? Ну, я думаю, что гораздо больше узнаем. Понятно. Ну, а с другой стороны, Новая Гвинея тоже не забыта, вы туда тоже собираетесь вернуться? Планирую на следующую зиму. На зиму 16-го, 17-го. А зима это какой-то роль играет вообще, кстати, время года? Вы знаете, в принципе, не играет, но после последнего сентябрьского, после последней сентябрьской экспедиции, когда я попал на эффект от Эль-Нинью и глобального потепления засуха в самом влажном регионе на Земле, я немного в шоке. Хочется просто немного сместить время, потому что по опыту прошлого года вот это было абсолютно непланированное первый раз вообще за историю засуху на Новой Гвинеи, после чего ноябрь-декабрь там лили проливные дожди, да. Живность, естественно, она будет проявляться тогда, когда влажно. Засуха для Новой Гвинеи, и для местных животных она не характерна, и от нее прячутся. Дмитрий Тельнов, член правления Латвийского энтомологического общества, сегодня у нас был в гостях, и рассказал нам о том, каково же это отправляться в экспедицию в Попуановую Гвинею, и с какой фауной там можно повстречаться. В первую очередь, конечно, энтомологическая. Спасибо. До свидания. Да, программа Терия всего прощает. С вами встретимся через неделю. Меня зовут Алексей Гусев. Всем всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Анастяжело Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова